МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии для радиокомпании Муравленко ТВ. Светлана Грачева, здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Первые результаты неутешительны. В итоге диспансеризации подростков демонстрируют рост количества выявленных патологий щитовидной железы и репродуктивных органов. Целеустремленные, инициативные, искренне любящие свою профессию. Сегодня в России в 50-й раз отмечают День учителя. Настоящие патриоты Ямала в ноябрьске завершился окружной чемпионат по военно-прикладным видам спорта. Муравленковская команда завоевала бронзу соревнований. 85 лет вместе. Ко дню рождения округа ямальская молодежь запускает проект «Ровесники Ямала», в котором расскажет о сверстниках юбиляра. Идея его создания впервые прозвучала на встрече главы региона с общественностью в рамках инициативы «Право голоса». По замыслу организаторов, участниками проекта станут ямальцы, рожденные в 1930 году и проживающие в округе по настоящее время. Привязка к дате не обязательно, говорят в оргкомитете. Здесь важно рассказать о людях, чья жизнь связана с историей становления округа. Через выявление юбиляров предприятий мы составим более подробную картину, как формировался наш сегодняшний промышленный комплекс и как это далось тем людям, кто в этом участвовал. Героем очерка или информационного материала может стать не только человек, но и предприятие. В результате получится летпись региона в лицах. Через судьбы ямальцев авторы проекта «Ровесники Ямала» расскажут о том, как рос, и к чему стремился наш край, чего добился и каких трудов это стоило. Депутаты городской думы провели внеочередное заседание. В повестке дня значился один вопрос. В связи со стечением срока полномочий председателя территориальной избирательной комиссии города Муравленко Руслана Франчука, депутатам предстояло принять решение по кандидатуре члена городского избиркома с правом решающего голоса. Депутатский корпус единогласно проголосовал за продление срока полномочий действующего председателя Руслана Франчука. Соответствующее решение будет направлено в адрес окружной избирательной комиссии. К другим темам. Муравленковские медики бьют тревогу. Первые результаты диспансеризации подростков показали рост количества выявленных патологий щитовидной железы и репродуктивных органов, в чем причина и что делать в сложившейся ситуации, узнавал наш корреспондент Эрнест Бавшин. Каждый подросток до 18 лет должен пройти раз в год обследование у врачей узкой направленности. Есть три особенные возрастные группы. Это дети 7, 14 и 16 лет, для которых проводится углубленная диспансеризация. На данный момент проводится диспансеризация детей 14-летнего возраста. То есть это дети 2001 года рождения. Мы смотрим детей в год исполнения возраста. То есть независимо, исполнилось им 14 или нет. Эти дети у нас подвержены углубленному медосмотру. То есть это в несколько этапов. Это лабораторный этап, это инструментальный этап, это ЭКГ-обследование, это лучевая диагностика, УЗИ-обследование. Такой углубленный медицинский осмотр позволяет выявить различные патологии внутренних органов на самых ранних этапах развития, что позволяет провести корректирующее лечение без осложнений. Первые результаты диспансеризации оказались неутешительными. У четырех из десяти детей наблюдается патология щитовидной железы и репродуктивных органов. Мы диспансеризации 14-летних начали с 2011 года. В 2011 году у нас патологии эндокринной системы как таковой практически не было. Да, у нас была недостаточность питания или повышенное питание. То есть вот это патология у нас. Патологии со стороны щитовидной железы единичные случаи были. В 2012 спокойно, в 2013 также. В 2014 и в 2015 годах почему-то, к сожалению, у нас растет патология щитовидной железы. Причины роста количества патологий эндокринной системы у 14-летних подростков сегодня не берется назвать ни один специалист. Но медики говорят, что, скорее всего, они кроются в условиях жизни детей. Одним из главных факторов вполне может быть широкое использование различных электронных гаджетов. Щитовидная железа очень чутко реагирует на разного рода излучения. Довольно-таки часто выявляется уменьшенная щитовидная железа. Это называется гипоплазия щитовидной железы. Бывает, что определяется увеличенная щитовидная железа. Иногда определяются узлы в щитовидной железе. Ситуация пока не критическая, но исправлять ее нужно уже сейчас. Сейчас существенную помощь медикам могут оказать родители, которые, к сожалению, сегодня при получении результатов диспансеризации не спешат отвезти ребенка к специалисту, чтобы начать лечение. Такое безответственное поведение в будущем может привести к серьезным осложнениям. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В Газпромнефть «Муравленко» кадровые перестановки. 1 октября генеральным директором предприятия назначен Валерий Чикин. Ранее занимавший должность главного инженера в Газпромнефть «Ноябрьскнефтегазе». Валерий Чикин, выпускник Тюменского государственного нефтегазового университета, трудовую деятельность начинал в объединении «Куйбышевскнефть». Удостоен благодарности Министерства энергетики Российской Федерации. Ранее возглавлявший Газпромнефть «Муравленко» Алексей Овечкин назначен генеральным директором добывающего предприятия «Газпромнефть-Новый порт». Сегодня в России в 50-й раз отмечается День учителя. Система образования «Муравленко» объединяет 21 образовательное учреждение. Обучением и воспитанием юных горожан занимаются более полутора тысяч человек. Целеустремленных, инициативных, творческих людей, искренне любящих свою профессию. Муравленковских педагогов накануне участвовали в Дону культуры Украины, где состоялся торжественный концерт за многолетний добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 65 человек удостоены почетных грамот и благодарственных адресов в самых различных уровнях. Особые слова признательности и благодарности я хочу выразить ветеранам педагогической деятельности, которые трудятся наряду с молодыми педагогами, передавая им свой опыт, свои знания. Искренне горожаю слова благодарности за вашу мудрость, преданность профессии, неравнодушие, готовность распахнуть свою душу для каждого ребенка. Мы все разные, но нам есть чем гордиться. Мы с вами имеем значимые достижения. Хочется от всей души поздравить вас с праздником, пожелать вам вдохновения, упорства, здоровья. И только вперед, и только выше. С праздником! Подготовки и сценарии проведению торжественного концерта под названием «Большая перемена» организаторы уделили особое внимание. В программу вошли лучшие номера в исполнении педагогов, воспитанников детских садов, учащихся школ и учреждений дополнительного образования. А в минувшую субботу в первой школе ученики заменили педагогов. День самоуправления впервые здесь прошел 10 лет назад. С тех пор ежегодно в День учителя в школе с номером 1 царит не совсем привычная атмосфера. В том, что она явно по душе всем ученикам учебного процесса, убедилась Татьяна Бойко. Ученики первой школы торопятся занять места за партой. Знают наверняка, сегодня их ждут необычные уроки. Книги, тетрадки и дневники в сторону. Дублеры педагогов в этот день оценки ставить не будут. В спортивном зале вместо урока физкультуры учат танцам. Мастер-класс ведут школьные активистки, спортсменки и просто красавицы. Лиза Гололобова, Алина Мусина и Елена Халманских. За 40 минут им предстоит вместе с учениками разучить танец, который будет представлен на концерте для учителей. Мастер-классы для пятых и шестых, квесты для первых и четвертых, гостевины для семиклассников. Школьники искали клады, разгадывали ребусы, пели, рисовали. О таких уроках можно только мечтать. Модород имеет у нас один из два. Здесь тут два из два улетела. Три из два. Из-за этого увеличивается число. И увеличивается радиус. А вот старшеклассники сегодня не танцуют и не играют в футбол. К примеру, ученики 9-го Э студируют химию. В роли учителя лицеистка Анна Мацнова, выпускница первой школы. Победитель и призер школьных и региональных олимпиад по химии. Чуть больше года назад она и сама сидела за одной из этих парт. Сегодня со знанием дела рассказывает о молекулах и атомах. Тем, кто едва младше нее. Это полезно, потому что это передача опыта. И они это все недавно проходили, писали геа. И нам тоже полезно узнать, чтобы правильно написать все экзамены, тесты. По-моему, это здорово получается. К дню самоуправления школа готовилась основательно. На роль дублера-директора претендовали шесть кандидатов. Команда номер один. Целую неделю они были в тренде. Их в лицо знал каждый ученик. Предвыборные ролики, дебаты, агитация. В день самоуправления стоять у руля стремился каждый из них. И каждый был достоин. Им это интересно. Ну и, наверное, интересно и педагогам, и ребятам посмотреть, как могут в этом возрасте ученики проявить самостоятельность, активность. Но это их, наверное, тоже шанс, может быть, показать себя. Выборы, на которые пришла вся школа, и которые поддержали многие родители, состоялись. Лидирующее количество голосов набрала Айгуря Алхаматова. Стать дублером директора она стремилась несколько лет подряд. В прошлом году не повезло. Зато в этот раз вместе со своей командой она сумела воплотить задуманное в жизнь. Наверное, это кажется с первого раза, что легко. На самом деле это большой труд, и эмоций столько, и радость, и где-то недоумение. Почему так, почему не по-другому. Вообще эмоции переполняют. День самоуправления в первой школе проводится почти 10 лет подряд. Но каждый раз ученики продолжают радовать и удивлять педагогов и администрацию школы своими способностями и новыми идеями. Организация с каждым годом становится все четче. Они знают, куда двигаться. Они очень легко, мобильно перестраиваются. Они друг друга поддерживают, заменяют. Идей в этом году воплощенных детских было очень много. Школьники, получив массу удовольствия, уходить домой не торопятся. Теперь еще долго они будут делиться впечатлениями. Мне очень понравился этот день, потому что это было очень интересно. Мы с друзьями играли в футбол. Мне кажется, надо проводить хоть раз в год такие мероприятия, чтобы было интересно детям учиться в школе. Мне понравились гостевины, потому что ты придумаешь свою необыкновенную фишку, которой нет ни у кого. Но ребята постарше, это твои учителя, с ними весело. И ты узнаешь, что не кто-то новый. Школа, проб и выбора – это не просто образовательная программа первой. Это бренд школы, говорят педагоги. По леверной траектории они двигаются уже не первый год, уверенно шагая к новым высотам и достижениям. В ноябрьске завершился чемпионат Ямала по военно-прикладным видам спорта «Патриот». За главный приз – путевку на первенство Уральского федерального округа боролись шесть команд школьников-кадетов из разных ямальских муниципалитетов. Ребятам нужно было показать себя в строевой и стрелковой подготовке, в атлетическом многоборье и военизированной эстафете, сдать экзамен на знание истории российского государства. Впервые в этом году в программу «Патриота» включили фигурное вождение автомобиля. Обзор удачных выступлений в сюжете Дениса Максимчука. Одним из первых испытаний окружного первенства стало плавание. В бассейне «Зенита» шесть дорожек, столько же команд заявлено на участие в «Патриоте». В ноябрьск переехали ребята из Губкинского, Муравленка, Нового Рингоя, Красноселькубского и Пуровского районов. Плыть разрешено любым стилем, лишь бы проплыли все и быстро. У нас второй год уже ставят плавание первым этапом. Я считаю, для первого дня это плавание сложное даже, потому что много эмоций, сил надо выложить. Внимание! Соревнования продолжились на лыжной базе. Один из самых сложных этапов – военизированная эстафета. Каждый участник команды должен пробежать по два километра на время. В конце первого круга – стрельба из пневматической винтовки. По окончанию второго – метание гранаты. Ребятам необходимо правильно рассчитать силы, чтобы их хватило до конца дистанции. Говорят, есть такая тенденция, что дети немножко слабее. Но, в принципе, как практика подтверждает, сюда слабые дети не приезжают. Приезжают дети достаточно подготовленные. Поэтому здесь, в принципе, весь свет Ямала наш собрался по военно-прикладным видам спорта. Предсказать команду лидера по результатам первых соревнований было сложно. Первенство «Патриот» длилось на протяжении трех дней, в течение которых у ребят был конкурс строя и песни, стрельба из пневматической винтовки, атлетическое многоборье, а также новшество «Патриота» – фигурное вождение автомобиля. Ребята, вам всем огромное спасибо. Не покидайте наши мероприятия патриотические. Старайтесь быть на виду, потому что вы – элита нашей молодежи. Нет лучше вас. Сами посмотрите на себя в зеркало. Кто вы? Вы лучшие. И сегодня здесь, правильно сказал, победители все. По итогам всех испытаний победу одержала команда из Ноябрьска. Теперь она выступит от Ямала на всероссийских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Второе место заняли ребята из Пуровского района. Бронза – у юно-армейцев Муравленко. Победителям вручили медали, грамоты и денежные призы. Денис Максимчук, Андрей Нагибин, телерадиокомпания Муравленко ТВ, присодействуя ноябрьского телеагентства МИК. И на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам самого доброго. Отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин